Но тем временем Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры заблокировал сайт «Новый рассказ газеты» за дискредитацию. Об этом сообщает в телеграм-канале издание. Письмо о блокировке пришло «Новый рассказ газеты» вечером 23 июля. Как указывают журналисты, им не объяснили, в чем состоит дискредитация. Потребовали заблокировать не отдельный текст или тексты, а весь сайт сразу. Очевидно, все же за образ мысли. «Новый рассказ газеты» — 96-полосный журнал, в котором содержатся тексты более 20 авторов «Новой газеты», а также приглашенных экспертов. Оно было запущено 12 июля 2022 года и таким образом продержалось без блокировки только неделю. Ну и дальше мы поговорим о том, как держатся остальные. С нашим следующим гостем — это Илья Бер, основатель и главный редактор «Проверена медиа». В частности, поговорим и о российских фейках. Илья, здравствуйте. Здравствуйте, Илья. Слышите ли вы нас? Да, здравствуйте. Вы успели, кстати, вот это вот... Слышу. ...почитать новый рассказ газету до того, как ее закрыли? Немножко успел, но, к сожалению, я не сомневался, что так будет. Правда, не ожидал, что настолько быстро, но там, видимо, уже совсем рука на кнопке, и как только что-то поднимается, знаете, как в таком старых игровых автоматах такие шерепашки поднимались, их надо было молочком, значит, упасть. А в мере того, как какая-то, значит, поднималась была, вот сейчас похожая какая-то история. Илья, давайте вот вернемся к теме фейков. Вот если посмотреть, как вот они эволюционировали, что ли, до широкомасштабного вторжения, и вот, скажем так, вот эти месяцы, пять месяцев после широкомасштабного вторжения, вот вы заметили какие-то изменения? То есть на что стали сделать больше ставку, как они менялись? Пожалуйста. Конечно, разница очень большая. Надо понимать, что вообще в нормальное время подавляющее большинство фейков или недостоверной информации, которая циркулирует в сети, значит, появляется благодаря каким-то ошибкам. То есть это чаще всего не намеренная дезинформация или искажение информации, а ошибки. В военное время пропорции меняются, и количество неверной информации, дезинформации, распространенной намеренно, то есть в пропагандистских целях, увеличивается значительно. И эта война не исключение. И у нас, ну, то есть мы вообще проверены на медиа, он не политический. Мы проверяем информацию по любым темам, научным, бытовым, про искусство, про что угодно. Но с началом войны, конечно, мы должны были либо закрыться, либо начать... Мы выбрали второй вариант, и у нас где-то половина разборов сейчас про войну. И, да, мы, конечно, увидели большой всплеск таких намеренно распространяемой недостоверной информации, не обязательно свежесозданной, часто найденной на просторах интернета за разное время. И мы даже попытались для себя отследить самые частые темы, как мы говорим, нарративы. И какие-то вещи нас, в общем, даже удивили. Ну, могу рассказать вам о результатах, если хотите. Да, конечно, конечно. Самая распространенная тема фейков, именно вот чаще даже рукотворных фейков, это то, что, значит, в Украине правят бал нацисты, и поэтому одна из главных заявленных целей военной спецоперации – это деноцификация. А поскольку реальные фактуры по этому поводу найти довольно сложно, особенно свежие, ну, потому что, понятно, крайне правые люди есть в почти любой, и уж точно в любой большой стране мира. И найти их фигурно не предъявить. Но найти что-то свежее, что доказывающее, да, вот сейчас нацисты – это не просто, гораздо проще поднять какие-то старые фейки, либо все-таки что-то еще новое. И могу вам просто по тем, хотите перечислить, да, вот что у вас, значит, или у вас, простите, да, про нацистов. Значит, эта тема членится на две большие. С одной стороны, значит, как я сказал, что в Украине бал правят нацисты-бандеровцы, да, а вторая, что для меня неожиданно было, тема такая – родители или деды статусных европейцев, лидеров Европы, были нацистами, и вот поэтому они тоже секретируют нацистам или сами нацисты. Вот в этом смысле есть два очень похожих кейса про, значит, Олафа Шольца, да, премьер-министр Германии, и про Анджея Ду, поляка. Значит, в случае и с одним, и с другим были найдены, значит, высокопоставленные люди или известные люди, которые, значит, действовали во время Второй мировой войны. Значит, в случае Шольца – генерал нацистский. В случае, значит, Анджея Дуда был найден Михаила Дуда, украинец, значит, который, значит, был видным деятелем УПА, если я не ошибаюсь. Ну, в случае Шольца, кстати, у этого генерала даже детей не было. Так в случае Дуды тоже, в том-то, извините, смех. Да, и один, и второй по разным причинам, ну, один из них по-медицинским, насколько известно, да, историкам, другой точно не ясно, почему, но у них просто реально не было детей. Но это никому не мешает, тем более, что были найдены фотографии, на которых они вполне, ну, можно счесть, что есть сходство портретное, значит, с якобы внуками, и прекрасно это дело распространяется. Причем в случае там Дуды, это фейк 2015 года, который появился в Польше во время предвыборной кампании Дуды, значит, ну, и пытались его связать таким образом. Все-таки, понятно, у Польши с Украиной тоже давняя история, мягко говоря, непростых отношений. Вот пытались показать таким образом, что, значит, предок Дуды связан с украинцами, который мог участвовать в Волынской резне, например. Вот. Ну, в общем, все это фейк, да. Значит, что касается про украинцев и бандеровцев, значит, есть, например, ролик Зеленского, где Зеленский произносит, что, значит, фашизм, никуда вы от фашизма не уйдете, ребята, то есть он к украинцам как бы обращается. Хоть он и не из Украины, это наш крест. Ну, то есть, что уж говорить, если сам Зеленский признает, что фашизм – это наш крест, в смысле Украины, что уж говорить. А на самом деле это смонтированные два куска фразы из интервью 2018 года Гордону, где он говорит про Гитлера в Германии и про Ленина на территории всего бывшего СССР, и, соответственно, и на том, что он говорит про Ленину. Так, что делать, что делать, что делать, что делать, что делать, что делать, что Ленина на территории. Илья, вы немного пропадаете, но сейчас я задам вопрос, не знаю, услышите ли меня. Почему же все-таки у россиян нет, ну, у многих россиян нет желания критически мыслить? Ведь доступ до информации есть. Это что, отсутствие опыта анализировать заявление кандидата, или сейчас позицию Украины в войне России против Украины? Ну, почему так, не знаю, происходит? Мозг разленился и просто принимает эту пропагандистскую пищу? Ну, это немножко простой ответ, я бы сказал. Я боюсь, что здесь нет какой-то особенной специфики у россиян. Я боюсь, что любой народ, если уж он допустил народ, или обстоятельства так сложились, допустил вот такую ситуацию, когда нет никакого плюрализма мнений на основных каналах до получения информации, если много лет идет по основным каналам на качество пропагандистская и единообразный сигнал, чрезвычайно сложно, даже для людей образованных вроде бы не глупо, сохранять критический независимый взгляд и желание настоятельно искать какие-то истории, разбираться в информации. В России это, к сожалению, сейчас именно в России так сложилось, что, да, большинство, ну, почти доступны, главное, легко доступны источники, и телеканалы основные, а по-прежнему большинство населения смотрит телевизор и получает информацию в основном оттуда, посылает этот единообразный сигнал, и ему сопротивляться очень сложно. Есть люди, которые это делают, их на самом деле очень много, так кажется, что, значит, все обдурены, это не так, и по-прежнему не так, по разным косвенным сведениям. То есть, я не знаю, в России население большое, но я твердо уверен, что там не меньше 10 миллионов человек все хорошо понимает и это дело не поддерживает, активно не поддерживает, но люди боятся, боятся высказываться и как-то это дело проявлять. А вот российские фейки, мы наблюдаем, они вот могут, что называется, переобуваться в воздухе, то есть как бы менять, да, история как бы в зависимости от ситуации. Вот если взять, например, вот этот обстрел Одессы, да, последний, сразу после подписания соглашения о поставках зерна, то есть сначала российская пропаганда, вот выдала фейк, что это не Россия обстреляла, потом, да, Россия, потом, да, какой-то катер. В общем-то, такая же ситуация была с Бучей, когда вот фейк менялся от ненастоящих трупов до специально разложенных, откуда-то принесенных. Как вы считаете, что заставляет Роспропаганду менять свои версии, менять фейки? Ведь как бы вроде как для здравомыслящего человека, когда тут говорят одно, а через пять минут другое, вот как бы заставляет его задуматься. Вы совершенно правильно подметили тенденцию, и опять же, тенденция это совершенно не какая-то новая, и основана она на знании законов работы человеческой психики. И, к сожалению, поскольку эти законы действительно работают, и мы все, да, и на самом деле и вы, и я, мы склонны на это попадаться, то вот этим пользуются. Классический, самый яркий, пожалуй, пример – это история с Боингом, значит, сбитым в 2014 году. Да, это максимальное количество разных взаимно противоречащих версий, вброшенных вот так вот в массы. Для чего это делается? Делается это для того, не для того, чтобы убедить публику в какой-то одной версии. Нет, потому что не выстраивается, и потому что слышат постоянное опровержение. Суть в чем? Убедить, что все очень сложно, как на самом деле никому не понятно, правда не существует, а если все очень сложно и как на самом деле узнать невозможно, то гораздо приятнее выбрать для себя удобную версию, которая укладывается в свою собственную картину мира, и дальше с этой версией жить. И то есть это действительно общая тактика, да, и с обстрелом роддома в Мариуполе было точно так же. Сначала придумывается какая-то версия, которая основывается на просто обрывках информации, да, ее же придумывают люди, у которых тоже нет никакой информации, надо понимать. Поэтому они вот пользуются тем, что есть, и очень скоро видно, что просто полная какая-то ерунда. Но это не проблема, потому что к этому моменту придумывается уже вторая версия, основанная на большем количестве, да, информации, попытка встроить туда ложный нарратив, да. Потом третья версия, четвертая, а публика устает и понимает, ой, опять какая-то новая, ой, опять что-то, ой, да невозможно же разобраться, что такое. Но понятно, что виноваты они, а не мы, потому что мы хорошие, а не плохие. А вот я хотел бы с вами обговорить один из последних фейков, если можно так сказать, потому что вот, возможно, мы с вами сейчас разговариваем, уже там 100 фейков за эту минуту появится. Вот то, что в Европе у украинцев забирают детей. И в то же время российская пропаганда перед этим, ну, как бы открыто призналась, что вывезла в Россию около полумиллиона украинских детей. Вот этот фейк, если мы можем обговорить, что они пытаются этим сказать, то есть замаскировать свои преступления, вот тем, что вот как бы перекладывая на Европу выдуманные какие-то проблемы. Да, ну или показать, смотрите, как с детьми обращаются в Европе, с украинскими, а мы-то совсем другие. Тут я, к сожалению, должен сказать, что вот этот фейк мы подробно не разбирали еще, ну, эту историю, да, поэтому я не могу говорить, что там фейк, то есть мы подозревать можем, и я тоже могу подозревать, но я как человек ответственный, то, что мы подробно сами не смотрели, не разбирали, я об этом рассуждать не могу. Вот, но один из действительно очень, ну, второй, наверное, по популярности вот этих фейковых нарративов по-российских, значит, вот после нарратива, связанного с нацизмом, да, это нарратив про украинских беженцев, значит, вот если из там 85 разборов, связанных так или иначе с нынешней войной, 13 это нацисты в Украине, да, ну, так или иначе тема, то 10 это беженцы украинские в Европе, и основная задача показать, какие украинские беженцы неблагодарные, плохие, как они европейцам надоели, как они забирают у европейцев ресурсы, и все-все-все, и поэтому, значит, вот плохие, сильные штабы, значит, убивают местных, поджигают дома, ну, и так, 10 таких разных, значит, и стикеры, которые, я, как на поле, винах, то, в фейк, значит, украинский, украинский, распрещен. Илья, вот сейчас вы немножко пропадали, вы можете, повторить, пожалуйста, последнее предложение, по-моему, что-то вы говорили про стикеры. Стикеры клеили на витрины магазинов, значит, стикеры с надписью «Украинцам вход воспрещен». На самом деле, не, значит, хозяева магазинов их не клеили, а, скорее всего, их вообще никто не клеил, а эти стикеры просто приклеили, в кавычках, приклеили в фотошопе, в графическом редакторе. Вот. Ну, и вот таких вот случаев немало. Да, почему мы назвали вот эту ситуацию с беженцами фейком? Потому что, ну, там, знаете, прямо были такие заголовки, украинский ребенок не доел кашу, или съел слишком много, или проявил сильную эмоциональную привязанность к маме, и его забирает. Ну, вы понимаете, сами формулировки просто лишены любой адекватности. Их абсурдность. Ну, а вот из... Хорошо, вы как бы сказали, что вы ответственный человек, и мы поэтому с вами общаемся здесь. Вот как ответственный человек и основатель, главный редактор проверенной медиа, тоже, вот, может быть, из свежих фейков, что вы разбирали? Может быть, вы сейчас нам тоже еще раз расскажете. Ну, вот недавние... А, ну, вот, собственно, последняя история. Кстати, она хорошо срифмовалась с еще одной историей. С историей. Очень популярный фейк, который, между прочим, ходил, тут, надо сказать, да, и фейки есть и с украинской стороны. И это тоже правда. Но они, на мой взгляд, в основном отличаются, как бы, по посылу. Вот, в частности, была история, что Бразильская, значит, в Бразилии появилась реклама презервативов, значит, со слоганом «Они не должны были родиться». И, значит, вот такой рисунок, как бы в презервативе, значит, там Трамп, еще кто-то и Путин. Соответственно, вот по украинскому сегменту социальных сетей очень разошлась картинка с Путиным. Вот. Но это, в общем, не совсем фейк, но и неправда в том смысле, что рекламы такой не было. Это был просто концепт, который разработало, ну, как вот такой креатив, да, рекламное агентство, но в реальности такой рекламы именно не было, да, презервативы так не рекламировались. Так вот, значит, очень много таких репостов в сети, и при этом есть один из репостов, где в презервативе не Путин, да, репостят картинку с Путиным, естественно, да. А, значит, в одном из репостов, тоже популярном оказывается, вдруг там не Путин, а Зеленский. При этом мы точно видели в первоисточник, что там такой картинки не было. Вот. Вопрос, откуда взялось, откуда взялось. Вот. И, значит, посмотрели, а что за человек запостил это дело. А запостил этот уже наш знакомый, может быть, и ваш знакомый. Знаете такого человека, Юрий Кот? Говорит вам что-то это сочетание? Вот. Вы его знаете. А я его знал, когда, значит, наткнулся на первый фейк, который он запустил и, видимо, придумал. То есть он что сделал? Ну, не знаю, сам или попросил кого-то. Просто, значит, перерисовали картинку и вместо Путина в презерватив поместили Зеленского. А предыдущий его фейк был такой, тоже фраза, которая форсилась по сети довольно сильно, что якобы Геббельс говорил, что бандеровцы это умалишенные маньяки, которые нужны Третьему рейху для того, чтобы уничтожить непокорных славян. После чего их самих надо уничтожить. Вот эта фраза с фотографии Геббельса довольно прилично разошлась по сети. И мы все проверили и выяснили, что предполагаемый автор этой фразы собственно тот самый Юрий Кот, который впервые ее и произнес со ссылкой на Геббельса. И вот, пожалуйста, подтверждение, что человек склонен к фейкоделанию. Вот уже вторая история. Спасибо большое вам, Илья. О российских фейках мы говорили с основателями, главным редактором «Проверена медиа» Ильем Бэром.